Последний раз список депутатов городского совета четвертого созыва был уточнен сегодня утром в 9 часов. Об этом депутатам доложила председатель территориальной избирательной комиссии Наталья Бакина. Она поздравила народных избранников и пожелала им успехов на новом поприще, а также вручила им депутатские удостоверения. После чего присутствующие избрали председательствующего для ведения заседания в лице депутата Евгения Трифилова. А в помощь ему делегировали депутата Александра Гольцова. Председательствующий определился с повесткой дня. На сегодня было решено утвердить, сколько человек в совете должно работать на постоянной основе, то есть платно, а также выбрать председателя городского совета и его заместителя. По поводу того, сколько же депутатов должно работать на постоянной основе, мнения разделились. Депутат Евгений Трифилов, у которого уже есть опыт работы в представительном органе, предложил использовать максимальное число депутатов. По закону это 10% от общего списка, а в данном случае 2 человека. Он аргументировал это тем, что работы в совете много. А вот депутат Александр Татаринов с мнением председательствующего не согласился и предложил ограничиться одним народным избранником, который будет работать на платной основе и станет председателем городского совета. Заместитель председателя, по моим оценкам, получает, наверное, 250 тысяч рублей в год. Эти деньги мы могли бы сэкономить и каждый год мы могли бы строить где-то по одной площадке, по детской, по спортивной, как угодно. С тем, что экономить важно и нужно, депутаты с Александром Татариновым согласились, но проголосовали за то, чтобы в составе совета на постоянной основе, то есть платно, работали два человека – и председатель, и заместитель. Второй вопрос в повестке дня касался выборов председателя совета. На этот пост депутаты выдвинули две кандидатуры – это Евгений Трифилов и Инна Костюк. В их адрес прозвучало немало лестных слов от коллег по цеху. Сторонники Евгения Трифилова считали, что очень важен опыт, который тот приобрел, будучи председателем городского совета второго созыва. Ну а те, кто решил отдать свой голос за Инну Костюк, считали важным, что она много лет проработала в органах исполнительной власти, возглавляя спорткомитет района. Дебаты по этому поводу могли бы продолжаться долго, но точку в этом вопросе поставила сама Инна Костюк. Уважаемые депутаты, если кто-то решил поддержать меня, я, конечно, хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за то, что вы мне доверяете, потому что это очень ответственный вопрос. Я очень много лет отработала в исполнительной власти, и поэтому я хочу просить вас, чтобы снять мою кандидатуру с голосования, так как законодательная власть и исполнительная – это совершенно разные вещи. Я очень много работала с документами, это правда, потому что соревнования – это вершина айсберга. Все, что внутри айсберга – вот это есть наша работа. А соревнования – это так, верхушечка. Очень много надо было работать с документами. Но взять на себя вот такую ответственность – это практически работа наравне с главой района. Поскольку Инна Костюк взяла самоотвод, а других кандидатур на должность председателя городского совета не было, депутаты большинством голосов проголосовали за Евгения Трифилова, который теперь в течение пяти лет будет возглавлять городской представительный орган. Заместителем председателя совета депутаты избрали Викторию Петрову. Они голосовали не только за молодость, но и за энергию, позитив, а также желание работать и учиться. Виктория пообещала оправдать доверие коллег, после чего пришло время на путствий и поздравлений. К депутатам городского совета обратились областные и районные депутаты, а также новоизбранный мэр Сергей Заблоцкий. Все желали народным избранникам плодотворной работы, а также поблагодарили за добросовестный труд председателя городского совета третьего созыва Ивана Семенова. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.